Официальная делегация Ярославля посетила китайский Нанкин. Нашим партнерским связям 12 лет столицу Золотого кольца в КНР представляли заммэра Вячеслав Гаврилов и депутаты муниципалитета. Основная цель поездки – знакомство с городским хозяйством Нанкина, в том числе Организации движения транспорта и строительством социальных объектов. Подробности сейчас в программе «На повестке дня» в студии Илья Барабанов. Здравствуйте! Вместе со мной, собственно, Вячеслав Гаврилов, заместитель мэра Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии. Вячеслав Игоревич, добрый вечер. Добрый вечер. С возвращением. Спасибо. Предлагаем вернуться в историю на 12 лет назад, как раз когда взаимоотношения между Ярославлем и китайским Нанкином только еще начинали завязываться. А с чего вообще все началось? Почему именно, выбирая город в Поднебесной, выбрали Нанкин? Вы знаете, при выборе городов-партнеров всегда есть, конечно, какой-то элемент случая и есть какая-то серьезная основа одновременно с этим. Мы всегда стараемся найти то, что нас может объединить. Если говорим о Нанкине, конечно же, современный город с большим населением и большими задачами и проблемами, которые необходимо решать руководству, логистическими проблемами, и в то же время город исторический, который хочет сохранить наследие, созданное веками, для сегодняшних будущих поколений. Такие же задачи решает Ярославль. Ну а случай под этим имею в виду то, что зачастую просто участие в совместных мероприятиях, как было с Нанкином, общение, которое вот так возникает между руководителями, оно потом выливается уже в такие долгосрочные отношения и совместные планы. Ответный визит после вашего подразумевается? У нас как раз получилось наоборот. Мы наносили ответный визит, потому что делегация Нанкина посетила в июле прошлого года Ярославль. Это, кстати говоря, действительно возобновление прямых контактов после периода пандемии, потому что до этого они достаточно интенсивно развивались. И вот сейчас мы вновь имеем возможность не только на официальном уровне общаться, но и открыть дорогу для взаимодействия организаций, учреждений, ну самое главное, жителей наших городов. Насколько я понимаю, Вячеслав Игоревич, сейчас наши партнерские межгосударственные отношения, они все-таки в большей степени касаются таких сфер, как культура и спорт. То есть чем в свою очередь или что в свою очередь презентовал Ярославль, чем ответила Поднебесная. И были ли уже какие-то совместные проекты, связанные с культурой и спортом? Да, конечно. Как правило, международные контакты городов, они начинаются в гуманитарной сфере. Это действительно спорт, образование, культура, молодежная политика. И здесь Нанкин не исключение. В то время, когда контакты начались, мы организовали несколько спортивных обменов очень интересных. У нас приезжали ребята-грибцы, которые выступали здесь в Ярославле. Боксеры также приезжали. И наши делегации спортивные были в Нанкине. Ну это вот в дотопандемийный период. Кстати, в период ковида мы продолжали общаться. И онлайн-форматы, которые тогда мы с вами все осваивали, мы постарались перенести на международные отношения. Онлайн-конкурсы, диалоги в режиме видеоконференц-связи между школьниками. Вот подобную практику мы с нашими партнерами активно использовали. И записывали, например, видеопоздравления с какими-то важными событиями. Музыкальные приветы, которые наши ярославские ребята делали. Ну и также наши друзья из Китая. Поэтому сейчас мы также делаем акцент на активизации контактов именно в гуманитарной сфере. И вот наши встречи, которые состоялись, как раз для этого дают предпосылки. Я уже сказал в самом начале программы, представляя вас, что в нынешний раз вы ездили для того, чтобы оценить, так скажем, схему движения транспорта в Донкине, строительство социальных объектов. Вот отдельно про транспорт и про стройки, что там удивило. И есть что применить на нашем местном уровне? Действительно, когда есть возможность пообщаться с коллегами, всегда это интерес к тому, как решаются схожие проблемы. И Ананкин – это город 9-миллионный. И там действительно огромная задача, связанная с логистикой, с развитием территорий, которые коллеги сейчас решают. И мы с огромным удовольствием воспользуемся возможностью пообщаться, узнать их рецепты решения таких проблем мегаполисов современных. Но и могли воочию посмотреть то, как, например, осуществляется комплексное развитие территории. Вот сегодня для Ярославля это тоже актуальная тема. У нас несколько площадок сейчас начинают развиваться в режиме вот этого КРТ, комплексного развития. И нам, коллеги, показали огромный район, который называется Южный Новый город Нанкино, где в чистом поле возводятся сотни жилых домов. Причем многие из них строятся одновременно. Огромное количество высотных домов строится в одно время. При этом параллельно с жилищным строительством возводятся социальные объекты. Это школа, спортивный центр и дорожно-транспортная инфраструктура. И, кроме того, было интересно посмотреть еще на этом объекте современные решения по коммуникациям. Так называемый тоннель, в котором есть возможность всегда получить доступ к любому трубопроводу или какой-то иной коммуникации. И при необходимости провести какую-то противорийную работу в режиме реального времени с помощью современных цифровых технологий. Следить за поддержанием работоспособности всех ресурсно-набжающих коммуникаций. Это интересно. Понятно, что погодные условия Китая иные, чем у нас. Но, тем не менее, такие современные технологии нам было интересно посмотреть. Одновременно с этим мы смогли поглядеть, как сегодня бывшие трущобы проходят реновацию и превращаются в комфортные кварталы туристические с сохранением всех архитектурных объемов. Это получается нечто московской реновации. В чем-то да, но только здесь сохраняются здания существующие, их градостроительные объемы, высотность. При этом они приводятся в порядок, прокладываются новые коммуникации, делаются комфортные пешеходные дорожки. И, еще раз говорю, то, что мы бы называли трущобами когда-то, становится вполне комфортным местом, где можно такой вот китайский колорит ощутить, прогуляться. И вообще интерес был, кстати говоря, с одной строительной компанией по инициативе руководства мы встречались. У них есть огромный опыт работы за рубежом, строительства крупных объектов, и они сделали заявку на посещение Ярославля. И вместе с коллегами из правительства региона, с торговой промышленной палатой мы обязательно это предложение проработаем и ждем такую бизнес-миссию. То есть сюда еще могут и инвестиции прийти? Возможности для этого есть, да. Вячеслав Игоревич, известно, что Нанкин это древнейший центр Поднебесной. Мы столица Золотого кольца, официально признанная. В плане туризма пора, наверное, уже выходить на уровень сотрудничества. 12 лет как-никак. Да, нам было интересно познакомиться также с культурно-туристическим потенциалом и как работают коллеги. У них есть объект, который претендует на то, чтобы получить статус всемирного объекта ЮНЕСКО. Это Нанкинская стена городская. Это, кстати говоря, крупнейший на сегодняшний день сохранившийся в мире оборонительное городское сооружение. Ему более 600 лет. Оно бережно сохраняется. Создан рядом современнейший инновационный музей, который показывает историю в такой доступной форме для, в том числе, школьников. Мы видели, вот вообще дети совершенно маленького возраста приходят и в очень интересной форме с помощью новых технологий погружаются в историю. Видели интересный проект, это такой микрогород в традиционном китайском стиле. Синлин, который был выстроен в чистом поле, это, как бы мы сказали, новодел, но в то же время это воссоздание среды исторической, в которую можно погрузиться и посмотреть и архитектуру, как она выглядела, и быть участником определенных таких интерактивных программ, посмотреть старинные китайские танцы. Ну, то есть такие представления. Одновременно это является и зоной отдыха такой рекреационной. Поэтому опыт коллег интересен по работе с туристами и с собственными жителями, по привитию интереса к собственной истории, культуре, традициям. И если не какие-то прямые, может быть, обмены туристические, но то, что опыт работы инфраструктуры друг друга мы, безусловно, будем изучать, ну и рассказывать друг другу, популяризировать. Разумеется, мы в этом заинтересованы, чтобы гости из Нанкина и из других городов Китая к нам приезжали, ну, а, соответственно, ярославцы могли посещать вот такие города и такие объекты. Это была программа «На повестке дня». Смотрите нас с понедельника по четверг в 19.20 на городском телеканале. Запись доступна также на сайте gtk.tv в нашем официальном паблике во Вконтакте. В студии работал Илья Барабанов. Сейчас в эфире главные телевизионные новости. Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин